Для того, чтобы изучить Божий план для нашей жизни, требуется решительность. Я не говорю о потере веры, не имея в виду момент спасения, обращения, уверования, как его ни назови. Все действие разворачивается вокруг нашего покаяния. Вам пришлось преодолеть препятствия. Рождение свыше это чудо, без которого не прожить. Цель рождения — заново завершить путешествие, для которого мы сотворены. Согласно моему жизненному опыту и наблюдению за тысячами христиан, для совершения духовного пути требуется решительность. Брат, не будьте пассивными. До финиша трудно дойти, и это не произойдет само собой. Вам потребуется решительность, чтобы сказать «Бог, я закончу забег». Я рад, что вы вспоминаете о своем уверовании, но меня больше интересует то, что наш Дивный Господь, Бог, совершает вас сейчас. Какие шаги веры вы делаете сегодня? Развиваетесь ли вы? Забавно, когда я был мальчиком лет десяти, я верил, что однажды буду знать все. Был уверен, что когда стану парнем, то буду знать все. Я стал парнем, я был уверен, что знаю все. Повзрослев, я сглупил, подумав, что больше так думать не буду. Жизнь продолжается и подбрасывает нам новые испытания. И мы с вами взрослеем телесно и духовно. Я заготовил подборку стихов об Иосифе. Он очень необычный персонаж Библии. О нем подробно говорится только в истории Рождества. Однако Иосиф очень важная фигура в истории об Иисусе Христе. Христу исполняется двенадцать, Иосиф исчезает из поля зрения. Плотник Иосиф ушел в вечность между двенадцатым и тринадцатым годом жизни нашего Господа Иисуса. Когда Иисус был на кресте, он посмотрел на Марию и Иоанна и сказал последнему, «Это твоя Матерь». И поручил заботы о ней апостолам. И Библия больше не упоминает о нем. Но в пору Рождества у него было очень важное поручение от милостивого Господа. Первая глава от Луки. В шестой месяц послан ангел Гавриила от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу Иосифу из дома Давида. Имя Деви – Мария. Исторически церковь превозносила и боготворила Мария. Как будто Иосиф был сбоку припеком, как будто он играл эпизодическую роль в истории Иисуса Христа. Нам необходимо восстановить справедливость. Иосифа недооценивают, и это непонимание создает лакон. Прочтем из второй главы от Луки. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давида. Роль Иосифа очень важна, ведь он часть избранной семьи, потомок владыки Давида. Кто-то из вас может сказать, «Алан, я не из семьи праведных». Ребята, вы знаете, моя семья была не то что недостойной, она была притчевоязыцах. Вы кое-что узнаете. В любой семье есть чудики и беззаконники, такова реальность. Господь Бог дал пророчество. От Давида, отца Соломона, мужа по сердцу Бога, произойдет правитель, который будет господствовать в Израиле вовеки. Согласитесь, Давид — это уникальный выбор Бога. Итак, что же произошло после этого? Один из сыновей Давида совершил переворот. Он хотел захватить царский престол, занять место владыки Давида. Если бы злодей Весолом настиг собственного отца, он убил бы его. Другой сын, Амнон, изнасиловал свою сестру. Даже в родословной царя Давида были страшные грешники. Не надо доказывать несостоятельность вашей семьи. Дескать, она не соответствует благопристойным образом Нормана Роквелла. Норман выдумывал свои сюжеты. А наше сообщество напоминает семейку Симпсон. Не шлите мне имейлы. Вторая глава от Луки. За Вифлеемом ангела возвестили пастухам о Христе. Пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. О святом Иосифе много упоминает евангелист Лука. Итак, 22 стих. «Исполнились дни их очищения по закону Моисея и принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Богом». Святой Иосиф – герой каждого акта, разворачивающейся драмы. Матфей смотрит на Иосифа с уникального ракурса. Я не ценил этого, потому что долго это не понимал. Ангел явился во сне Иосифа и говорит, «Возьми младенца и матери его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы убить. Он взял младенца и мать ночью и пошел в Египет. Меня поражает послушание Иосифа. Он увидел сон, пробудился и начал упаковывать пожитки. Мы читаем это механически, но Иосифу было куда труднее следовать за Господом, чем нам. Одно из самых больших заблуждений – считать, что герои Библии славились большим послушанием и смирением, чем мы. Мы верим. Благочестие давалось им куда легче. Плотнику Иосифу было отнюдь непросто отменить свои планы, аннулировать расписание, уйти из дома, оставить работу и спасаться в другую страну. Когда Господь велел ему бежать, он послушался, и это впечатляет. Это приводит нас к поручению для Иосифа, которое я не замечал долгие годы. Я верю. Бог доверил Иосифу защиту ребенка. Божий промысел призвал Иосифа стать телохранителем. Дамы и господа, нужно посмотреть на Иосифа по-новому. Верно? Мы с вами видели сценки на Рождество. Мы видели его в воскресной школе, в церкви. На актера, изображающего Иосифа, надевают купальный халат. И, как правило, полотенце на голову. Итак, Иосифа играют мужчины или юноши. Мы слышим ломающийся голос исполнителя роли Иосифа. На его талии веревка золотого цвета. Стиль игры не впечатляет и не внушает страхам. Но Иосиф не был таким. Господь Бог сказал, Иосиф, не бойся принять Марию, потому что все в моих руках. Прошу тебя, сделай это. Это лишь эпизод. Думаю, пастухи встретились с Иосифом и общались с ним до того, как они зашли в хлев. С волхвами было то же самое. Они попросили Иосифа разрешить им войти и принести золото, ладан и смирну. Он охранял семью. Возлюбленные. Когда ангел сказал бежать Иосифу, тот не поколебался. Мария, мы переезжаем. Ангел сказал о тебе. Надо бежать. Поехали. Что думал Всевышний Бог о человеке, которого просил нести стражу вокруг своего сына? Он справился. Нам нельзя умолять о роли Иосифа. Итак, другой отрывок. Вторая глава. Евангелие от Матфея. Тут сказано. По смерти же Ирода все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте. Он не переехал в соседнее здание. И говорит ему, встань, возьми младенца, мать его, и иди в землю Израиля, ибо умерли искавшие души младенца. Иосиф, возвращайся. Бог говорит, опасность миновала. Продолжай исполнять поручения. Иосиф, возвращайся. Вопрос, Зел, попросил ли вас Всевышний Бог служить и что-либо хранить? Вы здесь, и это не случайно. Не так ли, друзья мои? Библия говорит, «Господь знает каждого и соткал нас во чреве матери. Послушайте меня. Каждому Всевышний дал дары, таланты и способности и дал поручение распространять его вечное царство. Уверяю вас, Бог дал вам поручение быть хранителем». Мне нравится эта история об Иосифе. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Есть три паломнических праздника и три раза евреям было заповедано ежегодно идти в Иерусалим и отмечать праздник. И Пасха один из них. Ему было 12 лет, они пришли на праздник, а в 12 мальчик считался достигшим совершеннолетия, поэтому Иисуса взяли с собой в Иерусалим. Поездка длилась несколько дней, десятки тысяч евреев шли в город. Огромное скопление народа затрудняло быстрое передвижение, которое было опасным. в толпе сновали грабители. Иисус шел туда. Когда по окончании дней возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. Заметьте, тут не сказано, что отрок Иисус забыл вернуться или пропустил самолет или автобус. Написано так, он остался. Он знал, что родители уходят. и не заметили того. Ой-ой. Итак, домочадцы не встретились. И отрок Иисус остался в городе. Да ты особый. Дамы и господа, обратите внимание, Иосиф с Марией незадачливые родители. Думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. Они стали искать его. У них много родных и знакомых. Прошел день, и Иосиф говорит, ты видел Иисуса? Нет, я думал, он с Иаковом. Иаков не видел ли ты Иисуса? Нет. Они осведомлялись у родных и знакомых, но своего Иисуса не нашли. Итак, Мария говорит с Иосифом, почему ты оставил его? Родители понимают, о чем я. Получается, бедные родители Иисуса потратили день на отъезд, потом у них ушел еще день на возвращение в Иерусалим и через три дня, день туда, день обратно, еще три в городе. Только представьте себе, как переживали Иосиф с Марией, как их трясло. Родители дошли до самого предела. Через три дня нашли его в храме, сидящего среди учителей, слушающего и спрашивающего их. Все слушавшие Иисуса удивились разуму и ответом его. Иосиф с Марией переживали другое. И увидев Иисуса, они были поражены. Точно подмечено. И матерь его сказала ему. Как вы думаете, что она сказала? Иосиф сказал, он твой сын, ты говори. Ты знаешь его миссию на земле, поэтому ты и поговори. Итак, матерь его сказала ему, сыночек, почему ты так поступил? Отец и я с великою скорбью искали тебя. Ты думаешь, здесь есть недосказанность? Иосиф исчезает из повествования. Иосиф довел Иисуса до совершеннолетия. Братья, не обольщайтесь. У Иисуса была обыкновенная семья. Как же отшлепывали этого отрока? Они говорили ему, вернешься в таком-то часу. Или не так? Он взрослел быстро, однако, представляя это, я могу ошибаться. Как они делали это? Иосиф довел Иисуса до совершеннолетия. Но история на этом не кончается. предлагаю прочесть из Евангелия от Луки. Иисус начиная свое служение был лет тридцати и был, как думали, сын Иосифов. Заметься, никто из авторов Евангелий не переделал эту историю, чтобы объяснить ее как-то по-другому. В первой главе Евангелия от Иоанна сказано. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Иисус — это было обычное имя. Сто процентов. В Иерусалиме, в Вифлееме проживало много Иисусов, а наш Иисус из Назарета. Он призывает, и один из апостолов говорит, «Иисус — сын Иосифа из Назарета». Когда он призывал учеников на служение, они думали, что Иосиф — его отец. В шестой главе, когда Спаситель был в родном городе, люди спросили, «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он, я сошел с небес?» Итак, праведный Иосиф сошел со сцены, но он до самого конца остался частью жизни Иисуса Христа. Давайте проанализируем решения Иосифа, принятые для воплощения Божьего плана, чтобы почерпнуть мудрость и понять, как нам исполнить замысел Господа. Как же святому совершить свой забег? В глаза бросается зрелое решение Иосифа относиться к Марии с уважением. Он понимал, чтя Марию, он почитает Бога. Служа церкви, мы служим Богу. Мы не служим Господу теоретически, мы не любим Его лишь языком и щедры не на словах. Мы служим, любим и жертвуем Богу, общаясь с людьми. И это так. Все божеские перемены, происходящие в моем сердце и относящиеся к служению, касаются моего взаимодействия с людьми. Иосиф понял это. Он уважал Марию и почитал ее в тайне. Когда наш праведный герой узнал о беременности Марии, он-то не имел к этому отношения, он решил отпустить ее тайно и расторгнуть отношения. Иосиф не хотел опозорить ее. Плотника посетил ангел. Подробности этого не описаны, но в определенный момент состоялся диалог между Иосифом и Марией. Он почитал ее. Представляете, что произошло, когда он пригласил ее на чашечку кофе в местное уютное заведение, хотя контекст беседы остается неизвестным. Дорогие, когда Иосиф сказал Марии, «Я верю тебе». Нет, я правда верю. Мы пойдем вместе. Такого я еще никогда не слышал. Я не знаю того, кто пережил то же самое. Мария, любимая. У меня не было этого видения. Но я верю тебе. Наша жизнь не будет прежней. Вы знаете, Иосиф почитал Марию дома, и он чтил ее прилюдно. Драгоценная церковь, сплетни, наветы и неверия появились не в 21 веке. Я бьюсь об заклад, что в Назарете распространяли сплетни о Марии. Ходил некий осведомитель с карандашиком и календарем, он отслеживал даты, кто, когда и кого произвел на свет и делился своим мнением о происходящем. Когда Иосиф сказал Марии, «Я верю тебе», то он поставил на кон и свое доброе имя. Мария, любимая, нет вопроса о том, кто вовлечен в это, я участвую в этом с тобою. Знаете, репутация, праведность и честность плотника поставлены на кон, но он говорит Марии, я пойду с тобой. Я буду ходить по улицам с тобой, мы будем прогуливаться, и я пойду вместе с тобой с поднятой головой. Он чтил Марию прилюдно. Иосиф упоминается во многих событиях жизни Иисуса вплоть до его смерти. В Библии есть его родословное. Он не пытался уберечь себя, отмежеваться от Марии и благодаря этому сохранить доброе имя, сберечь репутацию. Он чтил Марию прилюдно. И верю, он чтил ее пред Богом. Они шли вместе. Мы пойдем в Египет и сделаем все, что требуется. Мы пройдем этот путь вместе. Это поразительная история. Иосифу было нелегко пойти в другом направлении, когда он узнал о произошедшем с его возлюбленной Марией. Иосиф мог разозлиться, обидеться, почувствовать себя преданным, начать ревновать. В те мгновения он много чего пережил. Если ему было сложно, то почему нам будет легко? Я не верю в это. Иосифу пришлось учиться прощать. Попробуйте в таком положении не затаить обиду. Уж точно мы искушались бы. Итак, мы знаем, как прощать, а она нанесла ему такую рану. Мария сразила своего Иосифа на повал. обида твердит. Она должна попросить прощения и восстановить отношения. А прощение говорит забудь о долге. Все это произошло быстро, но Иосиф простил большую обиду. Сколько людей пошло по пагубному пути, но не простили. Они бы не слушали, не верили и не хотели бы выслушать объяснение. Это Бог? Ну да, я верю. Но Иосиф простил Марию, и это открыло будущее пред Ним. Не позвольте в это Рождество негодованию и обиде, разочарованию и предательству удержать вас от принятия Божьего приглашения. Прощение это не чувство а решение. Подчас мы ошибаемся и выбираем неверный путь, какое-то время идем по нему, требуется смирение, чтобы попросить прощения. Не вставай на те же грабли. Иосиф простил, и пред Ним открылось будущее. Не позвольте обиде, предательству или неудаче управлять жизнью. Иосиф принял второе решение, и это заинтересовало меня. Он провел жизнь, ожидая исполнения плана Господа. Жизнь этого плотника сложилась благодаря его готовности исполнить замысел Господа Бога. Друзья мои, благочестивый плотник Иосиф посвятил время, силы и положил свои мечты на Божий жертвник. Также он отдал свои деньги, чтобы увидеть исполнение Божьего плана. И стратил себя. Опять же, мой спич не похож на традиционную презентацию евангельского христианства. Я не рассказывал о рождении свыше, о Богообщении, о водном крещении и о Святом Духе. Мы водружаем свои заслуги на постамент духовных достижений. Я благодарен за все это, но наша цель — исполнить план Бога. Иосиф посвятил себя этому. Служение не всегда связано с кафедрой и встречей в воскресенье. Если ты мясник, пекарь или изготовитель подсвечников, кем бы ты ни был, Бог дал тебе поручение, исполни его, а вы это исполняете. Теперь третий пункт. Дорогие, станьте, как Иосиф. То есть примите решение верить в людей. Жизнь Мария изменилась, когда Иосиф сказал ей «Я верю тебе, я верю». Давай отправимся в путь вместе. Господь дал обещание. Он верен. Вспомни историю семьи. Нам выпала честь сделать это. Выбери поверить в людей. Стань Иосифом для ближнего, для того, кто нуждается. Народ Господа, для критиканства не требуется IQ-гения. Если вы замечаете лишние достатки, то это не духовный дар. Чтобы стать ободрителем, нужна смелость. Брат мой, подчас требуется именно ваша поддержка. Придется потратить время и силы. Так как же служил Иосиф? Иосиф не только правильно говорил. Он решил переписать свою историю, разорвал план жизни и сказал, я пойду новым путем. Церковь, заметьте, мудрый и благочестивый мужчина истратил себя и стал ободрителем Марии. Так что подражай ему. Аминь. Я не хочу, ободритель нужен мне. Бог даст его нам всем. Лучше всего содействовать Господу. Прими решение служить людям. Бог даст ободрители. Друзья мои, порой мы не слушаем его вестников подчас. Наше сердце каменеет. Мы слышим с трудом. Яхвы многократно обращался к фараону. Если бы тот послушал Бога, то к нему в Египет пришло бы благословение. Но раз за разом фараон ожесточал свое сердце, так что сделаем поправку. Бог не ошибается. Это мы упрямимся. Мы зациклены на себе и не слушаем его. Берите пример с Иосифом. Что произошло бы, если бы все сидящие в зале, все вы приняли решение ободрять ближних, если бы выбрали нести перемены в их судьбу? Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Хочу поблагодарить вас за партнерскую поддержку и щедрость. За то, что вы остаетесь с нами и возносите имя Иисуса в нашей стране и по всему миру. Вы совершили огромные перемены. Этот год близится к концу. Возможно, вы хотите сделать пожертвование для нашего служения. Вместе мы меняем мир для Царства Божьего, и у нас большие планы на 20-й год. Друг нашего служения пожертвовал нам 250 тысяч долларов в виде грант. То, что вы пожертвуете до конца года, будет удвоено благодаря такой щедрости. Это уникальная возможность. Бог двигается на этой земле, и Он призывает нас нести перемены. Спасибо, что вы со мной. Я верю, что Бог воздаст вам за вашу щедрость и ваши пожертвования. Нивы уже побелели. Вместе мы изменим этот мир. В знак нашей благодарности мы вышлем вам новое издание Библии в красивом, удобным шрифтом. Также мы вышлем вам план чтения Библии от пастора Алана Джексона на 20-й год. Помните, каждое ваше даяние будет удвоен благодаря щедрому пожертвованию друга этого служения. Звоните нам по номеру, указанному на экране, или заходите на наш сайт. Спасибо вам за поддержку служения Алана Джексона. Хочу поблагодарить вас за партнерскую поддержку и щедрость, за то, что вы не и по всему миру. Вы совершили огромные перемены. Этот год близится к концу, возможно, вы хотите сделать пожертвование для нашего служения. Вместе мы меняем мир для Царства Божьего, и у нас большие планы на 20-й год. Друг нашего служения пожертвовал нам 250 тысяч долларов в виде гранта. То, что вы пожертвуете до конца года, будет удвоено благодаря такой щедрости. Это уникальная возможность. Бог двигается на этой земле, и он призывает нас нести перемены. Спасибо, что вы со мной. Я верю, что Бог воздаст вам за вашу щедрость и ваши пожертвования. Нивы уже побелели. Хочу помолиться с вами, прежде чем мы закончим. Отец, благодарю тебя за каждого партнера, за каждого, кто поддерживает нас, за их щедрые дары. Молюсь, чтобы ты ответил не только на их молитвы, но и на их веру, чтобы имя Иисуса возносилось, а твое царство распространялось. Во имя Иисуса. Аминь. Вместе мы изменим этот мир. В знак нашей благодарности мы вышлем вам новое издание Библии в красивом, черно-сером, кожаном переплете с удобным шрифтом. Также мы вышлем вам план чтения Библии от пастора Аллена Джексона на 20-й год. Помните, каждое ваше даяние будет удвоен благодаря щедрому пожертвованию друга этого служения. Звоните нам по номеру, указанному на экране, или заходите на наш сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона.